Да, щеки, конечно. Что с ними сделать? Еще 10 килограмм спросить и все. Вот пилюк я втрушу. Шляпа есть. Что-то у меня еще... Вообще, я уже позабывала, как тут все робится. Где мой жемчужинный пояс? Нормально. Почти как было? Чужие щеки? Да нет, нормально, в принципе. Всем приветики. Перед тем, как записываю это видео, зашла и посмотрела новости. Лучше бы я этого не делала, потому что настроение опять упало. Очень долго не было. Я посмотрела по статистике 786 дней. Это было вчера. Короче, 890 дней. Я затаилась. Много что поменялось. Я в Новгоди была. Покидала у меня по свиту. Такой контент буду спробовать делать. Разговорный. То есть буду садиться, просто вам рассказывать периоды какие-то, которые со мной произошли. Так, сейчас, секунду. Буду рассказывать, что со мной происходило. Все поэтапно, начиная от моей пропажи, соответственно, до дня, когда вы меня можете видеть. Собиралась уже 2,5 месяца. Специально для вас я похудела на 21 килограмм. Получилось по состоянию здоровья. Две стороны медали. С одной стороны, нужно было загнать себя полностью вот в такую яму, для того, чтобы потом с нее вылазить и разгребать вот эти все последствия. Так, хочу, знаете, коротко, быстро пробежаться, потому что очень давно я не была. Я даже не знаю, если честно, какая сейчас будет реакция, так как у меня, например, вы, моя аудитория, да. Когда вот это все началось, разделились на 2 полюса, туда-сюда. Сейчас очень легко дорваться к человеку. Почему на мове, почему на языке? Я, например, с хейтом не умею справляться. Для меня это очень тяжело. Для налетать, и где-то я там очень не высказывалась в меру того, что вот это вот, когда все произошло, никто к этому не был готов, и я даже не знала, как правильно себя вести. А я такая горячая, что что-то наговоришь, а потом не знаю, что ты наговорила. И я хочу затравивать какие-то темы, ну, так как это первое видео за два с половиной года, то надо, знаете, как поставить приоритеты. Религию мы не обсуждаем. Пусть каждый человек молится тому, кому он верит. А политику мы не обсуждаем. Способ донесения мысли, думки, как я говорю, че на украинский, че суржиком, че на закарпатский, че на русской, меня не пасхудить. Я эти комментарии буду удалять. Я не буду на это стараться обращать внимание, потому что это уже просто вот тут вот все сидит, вот это разделение. Не хочу такого. Давайте. Пусть осталось около полторы тысячи человек от меня. Я не знаю, кто эти люди были. Может быть, у них что-то произошло. Может так, короче, уже когда выпущу этот ролик, буду видеть тенденцию, буду видеть, как вы меня поддерживаете, не поддерживаете, потому что, ну, я лично живой человек. И для меня, не знаю, у кого как, происходила вот эта вся перестройка жизни. Недель у меня уже в Украине не было, я уже свалила. Олег остался тут, я уехала, я не могла эти сирены, эти подвалы, короче, я такая очкуха. И я просто не знала, что вы все понимали, я туда забиралась, отчетление попутками за границу. Там сидела два месяца, потом вернулась сюда, потом снова уезжала. Короче, мною три пола ужасно. Я очень поправилась, я вожила 88 килограмм, два месяца назад, я вожила 88 килограмм. Я поставлю вам фотки. У меня их всего две штуки, потому что я, как говорится, разбила все зеркала, дуря, награю, спрятала все, короче, я не хотела себя видеть. Я не покупала... Никакие вещи. У меня было две пары лосин, которые я взяла в Европе, потому что, ну, мне надо было хотя бы в чем-то ходить. Я донашивала Лего футболки, XXL. Я не покупала себе ничего, кроме лифчиковых трусов, потому что у меня рос не только вес, но и сиськи, и их надо было в что-то ложить. Главный вес, если я рожала 84, то представьте себе, какая симпатичная я была. Сейчас я скинула 21 килограмм за два месяца, две недели. Я сижу на строжайшей диете, это называется стол номер пять. Я его подстроила под себя. Мои калории, которые я съедаю за день, это 550 калорий, 450. Иногда я грешу и делаю 700 калорий. Это не потому, что я сильно их считаю, это потому, что мне хватает данных продуктов для насыщения в следующих роликах. Опять же, я уже более детально расскажу. Работала панкреатит. Я попала по скорой помощи в больницу, меня откапывали из-за нервов, из-за, короче, неправильного образа жизни, из-за того, что я просыпалась в три часа дня, ложилась в пять утра. Но я продуктивно водила ребенка в школу, то есть я занималась какими-то такими бытовыми моментами, помыть посуду, приготовить ест, сходить в магазин, в дите величайзные очки, одеть эту футболку, короче. Зимой было намного проще, у меня такая меховая, огромная шапка на Афоне, которой щеки казались не такие большие. Почему так сейчас горю за вес, когда ты не можешь себя идентифицировать в зеркале, это еще хуже, это еще хуже влияет и тут, и руки опускаются. Но я ничего не делала, правда, я два года жрала, все же хотела, дыруны, все на свете. Я себя ни в чем не ущемляла и вечером, и чипсы, и все. Мне настолько не хотелось не то что жить, мне не хотелось, нету, знаете, как в будущее, зачем вот это вот все делать, есть и всем пиздец. А вот ракета прилетит, прибьет, а я тут, понимаете, голодная сижу, еще помру голодная. Какие-то такие вот тупорилые мысли в голове. Я перестала вообще за собой смотреть, я перестала... Мне даже, словом, было волосы покрасить, корни от рощи, то я нашла такую штуку, псыка, ты знаете, такое запшекала, типа. Но голову я старалась мыть. Это я рассказываю серьезно, мне стыдно за себя, ну, блядь, это правда. Вот, когда это все началось, они активизировались, они похудели, они начали искать какие-то ходы-выходы, как вернуть... Ну, короче, типа, у них открылось второе дыхание. Я не, я пошла на дно, правда. Я пересралась со всеми, со мной почти никто не общается. Я всех училась жить, я всем рассказывала, какие они неправильные, какая я одна свята. дева Мария. Они меня, в свою очередь, обсырали, я человек очень обидчивый, и, ну, поскудили меня в основном за вес, и я не хотела никуда ни с кем ходить, то есть они, вы знаете, как-то от меня отдалились, потому что я толстая. Это правда. Я, короче, не хочу никуда выходить, мне типа дома, давайте посидим дома, посидим дома. А им не интересно дома, они хотят где-то, короче, лазить. А я не хочу лазить, чтобы меня никто не видел. И, короче, как-то вот так наши корабли разошлись. Ну, ничего, появились новые другие, в общем, жизнь продолжается. Как прибило, я уже столько выплакала, я не знаю, вот когда это все началось, как раз был сезон последний моего любимого сериала, короче, Дом с прислугой. Я его даже не могла смотреть, потому что там, типа, как убийство, я не могла его смотреть, ну, короче, мне психологически очень было тяжело. Я вообще не знаю, как Олег выдержал этот мой период. Он, конечно, молодец, он ни разу не сказал, что я толстая. Я вообще не знаю, как он на меня смотрел, как он выдержал это все, но это был пиздец. Это было что-то с чем-то. У меня мама очень такая, знаете, не то, что она нетолерантная, она вот такая правдорубка, но она даже старалась мне ничего не говорить, что я у себя ухайдоха ваю. Она как-то, типа, это держала, типа, ну, я ей звонила, там жалелась, мне то не идет, то не идет, короче, у меня все проблемы, все виноваты, со всеми переругалась. ну, короче, пожалейте меня такую бедную несчастную, вот, как-то у меня это все так проходило. Я искала на кого спереть, то все, что я не могу с этим справиться. Я 4 месяца потом поехала в Польшу, была у мамы в Польше. Я думала, меня там, типа, откроется втородыхание, работа. Я, кстати, выучилась на массажистку, это будет вам очень полезно. У меня есть диплом, у меня есть книги, я даже работаю по этой специальности, но в последнее время мне еще нужно кое-кое время потерпеть для того, чтобы продолжать свою, так сказать, деятельность в этом направлении. Я работала в салоне, у меня есть клиенты, все, то есть, ну, все классно. Я нашла, куда применить огромный вес. Я начала лечить людей, ну, как лечить людей, делать лекуальный массаж. Я очень хорошо в этом разбираюсь, очень хорошо прорабатываю точки, все это тоже вам будет даже для домашнего какого-то разнообразия, как себе самой сделать и самому массаж будет очень полезно. Ну, короче, я вообще такая классная девка, что мне надо работать, понимаете, я сейчас на ютубе вообще кроме Арестовича никого найти не могу. А хочется вот таких вот простых людей, которые живут со временем с тобой, у которых такие же самые проблемы, как у тебя, и смотреть, как кто с этим справляется. Потому что, например, два года я не могу увидеть, как кто справляется. Либо ты справа, либо ты слева. А вот каких-то таких нейтральных очень мало. Поэтому, может, меня занесет как раз нормальное русло, даст бог. Ой, не знаю. У меня пополнение в семье. Не, я родила, мы купили попугая. Омолоде вам. кто у меня в инстаграме, видели его в тик-токе. Я там пробовала что-то снимать, и тоже что-то я не могу. Короче, решила я вернуться на свой любимый YouTube, чтобы вы его так омели по сутку, или готовили кушать. А я просто пизделень кололом тут сбоку, короче, и вы проводили день, проводили день, просто слушали какую-то полезную информацию, потому что я за два года, например, поумнела, я считаю. Очень даже. Сказала, девочка рисует себе палец на руке, да? Чего пережила, еще и переживаю. Какие вы все переживаете, кто находится в Украине? Открываешь новости. Торнадо, цунами, шахеды, велосипеды, короче, это все ночью свистит, гудит. У меня еще, я живу в таком месте, я говорю, транзитом, через меня идет все транзитом, поняли? Ну, Лася, потому что семья должна быть рядом, семья должна быть вместе. У меня был не очень хороший опыт хождения в Злату в польскую школу, я ничего не буду говорить, что там плохо, хорошо, я скажу, нам не подошло. Если у нас не было бы выхода, и мы не мали бы куда вертаться, как многие люди, у которых остались без жилья и все остальное, если бы нам не было куда возвращаться, то, конечно, хочешь не хочешь, говорится, нравится, не нравится, но пришлось бы работала, как на зарубитках, зарубила гроши и отложила на что-то, это очень тяжело, ну, именно в Польше, очень большие растраты на жилье, поэтому, ну, у меня тут Олег в Украине, поэтому я вернулась, вон он был, у меня руки опускаются, я ему, я не знаю, как он это выдержал, слава богу, выдержал, сейчас все вроде бы нормально, кто его знает, будем дальше сотреть, что еще нам преподнесет наша жизнь, но пока мы молодцы, 10 лет супружеской жизни мы вообще не отпраздновали, не помню, злата срачка вроде была или еще что-то, короче, мы никуда не пошли, дирождение свое 35 лет тоже не праздновала, я вообще вот этих 890 дней это просто черная дыра, в которой я не помню себя, я только помню, что я вот это, знаете, функционировала, в таком режиме, как растение, да, да, точно, как растение, вот я вот проснулась, заснула, поела, помыла, ну, это же типа все же нужно делать, я делала, кстати, с удовольствием, потому что мне больше не было, что делать, я отпидорасила, тут уже все, короче, тут уже придраться, я уже и стиральные машинки отодвигала, я ее уже и разобрала и плесни с нее внутри мыла, поэтому, так как у меня уже стало больше времени, то я решила, что пора возвращаться, пожалуйста, свои мнения, вы можете, конечно, высказывать, но если вот что-то будет касаться такого компроментующего, такого, что заросное начать, назовем это так, то, пожалуйста, придержите свое мнение и давайте, будете просто проводить, смеяться, у меня очень много прикольных моментов было, кстати, когда меня скорая привезла с панкреатитом в приемный покой, там, короче, ну, ладно, такой кусочек маленький, чтобы поржали, то же не только оточнить, короче, бабка лежит на дне, ее сына или внука, вот, и она уже с капельницей, и так она уже руки сложила, короче, помирать, поняли, залетает Юля, короче, на кушетку не вмещаюсь, такого, а знаете, как панкреатит хватает, это такая боль, как схватки, один в один, я вам отвечаю, надулась, как жаба, сразу стала все желтая, белки все в глазах пожелтели, сейчас, кстати, видите, у меня глаза чистые, деблюсь, как соки, два километра вижу, но очки купила себе уже для зрения, посадила себе, кстати, зрение, а покажу очки, да, у меня один глаз 80, второй 90, то есть это несущественно, но я в них сижу в телефоне, читаю, телефон к ней я не читаю, потому что у меня очень, плывет все, я столько прочитала телеграмм новостей, что я, наверное, прочитала войну и мир, знаете, в этих 30 томах, и библию, без скорочения, столько, сколько я новостей, вот это два года, глаза вот так были, кричала, когда меня привезли на покой, что баба аж встала с той кушетки, села посмотреть, кто так репетует, так что я даже ведь бабу откричала, представляете себе, я расскажу потом смешнее, если сейчас не смешно, но мне тогда было пиздец не смешно, а еще мне дали 50 рублей, на приемном покое, я им обрыгала всю больницу, кстати, когда панкреатит хватает, я начинаю желчью рыгать, и ты не можешь остановиться, у тебя постоянно рвотный рефлекс, и я откуда-то в туалет добежала, а туалет такой, знаете, не дуже честный, и я, и меня говорят, ой, заберите ту рыгачку, давайте ее оформлять, я нано тут весь туалет обрыгала, короче, я там что-то пыталась водой смыть, ну, у меня плохо получалось, бо я же, ой, боже, я как вспомню, да, да, это, кстати, мой новый житель, Буся, иди сюда, врачи, хотела вам сувить попугая, он лампы боится, что вы нахер, я же начну пот в жеке, такая жара у нас, капец, в следующих роликах, мы будем начинать все по списку, по списку пойдем, да, по списку пойдем, начнем, как я в Румунию попала, боже, как вспомню, так вздрогну, как я добиралась, не знаю ни языка, два английских слова, happy new year, and have a nice day, и добиралась 200 километров, с ребенком, с одним пакетом, блять, хер знает куда, боже, меня, меня везли полсвета, правда, говорю, встретила тогда очень женщину, она вышла с Лексуса, так, шикарно, а я стою на той, короче, остановке, слезы капают ручьем, мы ехали, чтобы вы понимали, к человеку, который дал нам жилье, чтобы мы побыли какое-то время в Румунии, когда это все началось, то есть через границу я перешла с Малой, а туда мне надо было как-то добраться, а я привыкла, что всегда за все решает мой Олег, я привыкла, что он, и тот язык, и той, короче, что он, а тут я осталась одна, со Златой, Златка молодец, она молчала, она просто видела, что я, вы же говорёшь, херово, вы же до чего, до чего страшный свит, так что, так по чуть-чуть вам пришлось, рассказала, следующий ролик будет, буду так записывать, монтировать, буду стараться снимать каждый день, правда, и надеюсь, вы меня поддержите лайком, покажете, что вам интересно, что вы будете за мной наблюдать дальше, буду вам рассказывать, все, что знаю, все, что случалось, все, что знаю, мотивировать вас к тому, чтобы вы, не опускали руки, тоже, как-то, искали, что-то лучше, что-то хорошее, в этом всем, пиздаке, который происходит, я не знаю, как иначе сказать, надеемся на лучшее, надеемся на мир, до встречи!